Привет, друг, это Зверько. Как и обещал, это рубрика «Как теперь играть». Сегодня расскажу о Дигге после реворка. На данный момент Дигге настолько метовый, что его даже банят при пике героев. А всего-то надо было изменить алгоритм бомбы первого навыка и добавить чуть-чуть урона, или не чуть-чуть. Для новичков кратко о навыках. Пассивка. Идеальный разведчик. Дигге превращается в быстро бегающее яйцо и наносит мизерный урон, но может проверять пусты, лорда и подобное. Главное случайно не воскреснуть там, где тебя мгновенно убьют. Первый навык. Тут поподробнее. У Дигги заряжаются три мощные бомбы. Шутка ли, базовая атака 550 на первом уровне и 850 на шестом. Без предметов можно одновременно выставить 5 штук. Бомбы хоть и мощные и наводятся самостоятельно, но наводятся на ближнюю цель. Кроме того, у них есть срок погони. То есть, быстрый противник или с хорошим прыжком может оторваться от бомбы до ее срабатывания. Выставленная бомба держится 30 секунд на земле, а при взрыве еще и замедляет цель. Ранее некоторые игроки не могли реализовать потенциал бомбы, а теперь с минами это легко. Второй навык. Отличный контроль. Привязка к месту, которая подтягивает жертву и наносит урон. Замедляет как и бомбы. Дает короткую неуязвимость союзникам контролю и накладывает на себя и окружающих щит, чем радует и союзников и эсмеральду, если вражеская эсмеральда где-нибудь поблизости. Давай посмотрим, что в наличии. Мины, которые в количестве трех штук могут убить сквиша с фулл хп. Контроль одиночной цели и антиконтроль для союзников, который при хорошей реакции и мозгах не раз выручит команду. Потому что на сегодняшний день в мете на первых местах бойцы и танки с контролем. Дополнительный навык. Тут кто во что гораст. Щит, спринт, вспышка. Я предпочитаю вообще очищение. Эмблемой берем поддержки с ослаблением в первом перке. Сборка. Ооо, тут полезут хейтеры, поскольку у меня сильно отличаются от топовых сборок. Потому что у них в поддержку, а у меня в интересную игру. Волшебные сапоги для фарма. Крипов и убийства оставляем союзникам. Мы же поддержка. Жезл молний. Наша первая мина будет вносить более существенный урон. Часы судьбы. Общее увеличение магической атаки. Мимолетное время. Основная задача этого предмета перезаряжать нашу ульту. Божественный меч. Если ты смотрел мл факты, то поймешь, почему при такой сборке пробитие даст больше урона. Кроме того, он дешевый. И неожиданно шлем небесного стража, который добавит и выживаемости, и не надо тратиться на исцеление. После полного закупа ботинки заменяем на что хочешь. Хоть боты на ману, хоть любой другой предмет. Смотри по ситуации. Тактика. Засадный прием. Кидать бомбы надо так, чтобы их не собирали крипы или мобы, а попался именно герой. Просто накидывать в рандомный куст мины и ждать, что кто-то случайно попадется. Глупость. Надо заманивать в ловушке. Если играешь против наивных новичков, то они могут и на диги ввестись, который будет заводить в нужный заминированный куст. Накидал мин, вышел показался, забежал обратно. Но против опытного противника надо использовать твоего союзного мага или стрелка, потому что за диги он не побежит. Если играешь соло, минируй куст, через который будут устраивать ганг союзнику. Если играешь вместе с напарником, скажи, чтобы он заводил в нужный куст. Так можно просадить по хп даже танка, а тонкого вообще убить. Повторюсь, по моей сборке три бомбы сносят полное здоровье тонкого врага. Лично я предпочитаю минировать пути отступления противника. Так, меньше шансов, что у него перезарядится навык прыжка или щита. Вот он убегает от преследователей в ближайшие кусты, а там что-то тикает. Второй навык используешь для того, чтобы противник особо резво не бежал. Часто именно на этот навык сливают вспышку. Со спринтом сложнее. Спринт продолжает действовать после возврата к точке. А вообще, этот навык по кд применяй, чтобы союзники могли вносить больше урона в эту цель. С ультой так все понятно, а понимание применения придет с опытом. Щемить союзника вражеский окай, применяй. Вселенная застанила важного дамагера, применяй. И так далее. Друг, надеюсь гайд поможет тебе получить удовольствие от игры на дигги. Если видео понравилось, подпишись на канал и не забудь поставить лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok